Не хотите по-плохому, по-хорошему будет еще хуже. На этой неделе глава ГИБДД предупредил всех уклонистов о том, что получить права без явки военкомата они больше не смогут. Помимо удостоверения, под санкции попадает и возможность регистрации авто. Так что, велком в автобус, ну или прощай законная езда. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, 11 июля. В силу вступит приказ МВД об ограничении прав на управление автомобилем за неявку военкомат. Попадать в список для проверки ГИБДД уклонист будет буквально в первые сутки своего прогула, после чего ни сесть за руль, ни поставить на учет автомобиль он уже не сможет. Такое ограничение будет рассматриваться сотрудниками ГИБДД как бесправная езда, что повлечет за собой либо штраф в 30 тысяч рублей, либо административный арест на 15 суток. Хотя, если посмотреть правде в глаза, кто и кого этим испугал. Ну, просто мы как бы тоже не пальцем деланы и новости про коррупционных чиновников читать умеем. А они нас учат чему? А правильно, записывай все имущество на родственника и вопросов меньше и проблем совсем ноль. Сложнее, конечно, будет с правами, хотя тут правильнее было бы задать вопрос, а точно сложнее? Может все-таки дороже? Ну, просто поговаривают, что у главного мятежника страны, например, нашли несколько паспортов и несколько водительских удостоверений, из чего я делаю вывод, что в нашей стране значит такое возможно. Хотя, лично я вообще не понимаю, зачем заставлять кого-то делать что-то против его воли. Но если он в свои 18 не собирается маршировать и чистить винтовку, то кто вам сказал, что в свои 30 с теми же убеждениями он отправится добровольцем на фронт? Да даже если вы заставите его отслужить в 18, в 30, даже осознавая свой долг перед родиной, на спецоперацию он окажется бесполезным и самым слабым звеном. И пример тому выбор вуза. Если вы пошли учиться на того, на кого хотели, вы будете буквально впитывать все полученные знания. Если вы поступили в вуз под давлением родителей, то ничего хорошего, пусть и с дипломом о высшем образовании, на этом поприще вас не ждет. Вот так же и с уклонистами. В лучшем случае они сразу сдадутся противнику, в худшем положат всю роту собственных солдат. И это я еще молчу про идеологию. Поэтому, ну, такое себе решение, но наше правительство почему-то думает по-другому. Хотя пользы от тех, что не хотят воевать, на гражданке может быть в разы больше. Вот на следующей неделе, например, в нашем Екатеринбурге состоится очередная выставка Иннопром, на которую, по сообщениям СМИ, приедет и мэр Москвы Сергей Собянин. Но приедет не просто так, а ради договорника с Куевышевым. Они нам деньги, мы им технологии. И на выходе должно получиться предприятие по производству беспилотников и роботов. Но не спешите возмущаться, вся техника должна будет служить исключительно гражданским нуждам. Например, помогать в сельском хозяйстве или в тушении пожаров. Вот в Израиле, например, дроны собирают яблоки. Причем каждый летательный аппарат оснащен такого уровня техническим обеспечением, что способен определять степень зрелости яблок, уровень содержания сахара и наличие внутри червей. И если на такое способен Израиль, то чем мы хуже? Да конечно ничем, особенно когда на кону 6 миллиардов рублей. И эпичное название у технопарка «Космос». Уж где-где, а в России-то точно умеют запускать деньги одним прыжком, да сразу в черную дыру. Впрочем, 500-метровая квартира в Тихвине на дыру совсем уж не смахивает. Да и второй домик в «Карасях» точно не лишний. Поэтому вернемся к этой теме в 2025 году, когда нам красиво переупакуют дроны с Алиэкспресс и с пеной у рта будут доказывать, что не повторяли путь концерна «Автоматика». Но не будем о грустном, когда есть новость еще печальней. Ослабление рубля, которое мы наблюдаем последние несколько недель, на этой дало свои первые результаты. Импортный алкоголь собирается подпрыгнуть в цене сразу на 10%. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Местную продукцию подорожания не коснется, но это тоже пока. Потому как санкции и высокие цены рано или поздно заставят покупателей переориентировать свой вкус в сторону более простых напитков. А почувствовав запах наживы, те, в свою очередь, прибегнут к росту стоимости. Хотя, справедливости ради отмечу, ослабление рубля способно повысить цены не только на алкоголь, а потому скоро за ними могут потянуться и все остальные импортные товары. Итак, импортозамещение – ваш выход. Покажите-ка нам, как может расти экономика и сохраняться устойчивая позиция на рынке. А мы постараемся искренне порадоваться, если этот нервный паралич лица можно будет назвать улыбкой. Впрочем, порадоваться действительно есть чему. На этой неделе Ленинский районный суд Воронежа прекратил преследование Дмитрия Щербатюка, который ранее вышел на одиночный пикет с антивоенным плакатом. Полицейские посчитали такой поступок мужчины незаконным и решили упаковать активиста за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Но на суде что-то пошло не так и судья Мария Козьякова с доводами стражей порядка не согласилась, убедив присутствующих, что если в России нет войны, то нет и ее дискредитации. В итоге полицейские в шоке, Щербатюк на свободе. Но вот останется ли в своем кресле судья – это еще большой вопрос. Потому как в России, конечно, можно сказать правду и даже быть справедливым, но только один раз. И после этого тебя еще несколько раз спросят, а почему Россия не рожает? На этой неделе таким вопросом задалась вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила Совету Федерации, что в некоторых регионах, а их порядка 10, уровень рождаемости колеблется где-то в районе самого низкого. Ну и постаралась провести аналитику на тему, почему же так вышло. Что им мешает? Для молодых женщин до 24 лет – это отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин в возрасте 25-34 лет основными ограничениями даже при наличии семьи являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов, о чем я скажу позже. Также женщины, начиная с 30-летнего возраста, не принимают решения о рождении ребенка, так как боятся ухудшения своего здоровья. Да-да-да-да, тетя Таня, а еще нестабильное положение в стране и отсутствие мужиков, восполнять убыль которых нам придется еще не одно десятилетие. Но кого это волнует, когда стабильный провал у нас в общем-то везде. И в политике, и в экономике, а теперь еще и в демографии. А если прибавить к этому раскол в обществе на тех, кто за и тех, кто против, то смело можно говорить о распаде страны вообще. Впрочем, как бы грустно это не звучало, но проникла политика и в школы, чего лично я, ну, совсем не одобряю. На этой неделе в сети появилось видеообращение рыдающей мамы, которая пыталась убедить общественность в буллинге своего сына со стороны одноклассников. Оказалось, что Матвея Левченко в школе недолюбливают за однозначную и безапелляционную поддержку спецопераций. А мама, вместо того, чтобы объяснить сыну, что политика и патриотизм – это разные вещи, пытается выставить уродами всех тех детей, кто это уже понял. Моего сына – семиклассника. Гнобят в школе за поддержку специальной военной операции. Мы – патриотическая семья, где любовь к родине вообще стоит в начале всех начал для нас. Сперва одиннадцатиклассники травили моего сына. После того, как в школе побывал инспектор ПДН, уже начали травить его же одноклассники, семиклассники. А инспектор ПДН в своем постановлении рассматривал только статью 119. Разговор с родителями я не планировала, поскольку надеялась, что все вопросы будут решены на уровне школы, на уровне директора школы, которая пообещала, что конфликт будет разрешен. Однако не она, не классный руководитель не сообщили родителям подростков о травле со стороны их детей. Все, чего я хочу добиться в своем обращении в данный момент – это то, чтобы все те должностные лица, к кому мы уже обращались, и которые не предприняли вообще никаких решений для полного урегулирования ситуации, понесли наказание. Ну да, ну да, конечно, все они, безусловно, понесут наказание. Вы только скажите, куда вынести. Но если серьезно, то в этой ситуации мне больше всего жаль ребенка. В свои годы он еще многого не понимает и живет головой родителей, которые, к сожалению, не объяснили мальчику, что любить родину и поддерживать спецоперацию – это не одно и то же. Причем, взяв в расчеты тот факт, что дело происходит в городе Керчь, я могу допустить, что пропаганда оболванила и ту, и другую сторону одновременно. И вот эта грызня детей за политические игры взрослых – это то, что никогда не приведет обе стороны к созиданию. Это то, что выращивает злобу и ненависть, и то, что в конечном итоге скажется на будущем и тех, и других. Но я отвлеклась, отвлеклась от аналитики Голиковой. Я, если честно, все ждала от нее какой-то инициативы, думала, ну к чему-то же она должна привести свою речь. Ну, например, к тому, чтобы уравнять мужчин и женщин в правах перед лицом спецоперации. Ну, типа, если ты до 30 не родила, то толку от тебя в обществе-то и не будет. Поэтому собирай-ка ты, родная, бегуди до помадки и отправляйся в зону боевых действий в сторону Украины. На Европу посмотреть, до себя показать. Но озвучить подобное Голикова все-таки не решилась. Да, собственно, и зачем, когда в городах России уже начали появляться билборды и листовки с призывом «Женщин встать в один строй с мужчинами». Нечто подобное горожане заметили в Омске, а там Министерство обороны готово рассматривать всех желающих до 50 лет пройти отбор на контрактную службу. Срок единый для всех и составляет 12 месяцев. Непонятным остается только вопрос выплат. Хотя нет, есть еще пара вопросов, не замешана ли в этом Голикова и не станет ли женская мобилизация планово обязательной. Впрочем, работа над ошибками еще не закончена. И у тех, кто еще не нарожал, есть время начать. Для остальных может прийти то время, когда жизнь придется начинать с чистого листа. Причем каждый день, пока не кончится рулон. Вот как-то так, друзья. Ну а у меня на этом все. Я напоминаю, что в субботу на нашем канале РМАК Медиа вышел еще один итоговый выпуск новостей. Если еще не посмотрели, поторопитесь. А мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин